Магнитогорский «Металлург» сыграл ровно две трети домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ и остается единственной командой в сезоне, ни разу не проигравшей на родном льду в основное время. Свою 18-ю победу подопечные Ильи Воробьева добывали с большим трудом, но в очередной раз сумели продемонстрировать завидные волевые качества. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Природу не обмануть. С каждым новым матчем, который приходилось играть через день, «Металлургу» было все сложнее. К тому же предыдущая встреча с «Локомотивом» получилась зубодробительной и отняла много сил. Да и нынешний «Витязь» уже не та посредственная команда с горсткой нелепых драчунов, которую мы знали несколько лет назад. Сегодняшний подмосковный коллектив делает ставку именно на игру и всерьез претендует на первое в своей истории попадание в плей-офф. Счет открыл Алексей Макеев, который после классной передачи Максима Афиногенова убежал один на один, переиграл Илью Самсонова и поздравил себя с 25-летием. Не прошло и минуты, когда Денис Зарипов и Алексей Береглазов помогли отличиться лучшему бомбардиру-защитнику лиги Крису Ли. Это был 45-й гол канадца в КХЛ. А следующий, куда более впечатляющий юбилей, состоялся в дебюте второго периода. 450-ю шайбу в чемпионатах страны на высшем уровне забил неподражаемый Сергей Мазякин. Сережа – это что-то такое невообразимое, величина. И знаете, что самое интересное, я хочу заметить, что он как человек очень хороший. И семья, и дети, и воспитание. Очень приятно работать с таким человеком. А дальше был продолжительный отрезок, прошедший под знаком Витязя. Роман Хорок, Александр Никулин и Максим Афиногенов наглядно продемонстрировали, за счет чего их команда держится в кубковой восьмерке и дает бой любому сопернику. Где-то ошибалась оборона хозяев, где-то не везло Самсонову. Так или иначе, к исходу 43-й минуты на табло горело 2-4. И над магнитогорцами всерьез нависла угроза первого в сезоне домашнего поражения в основное время. К счастью, в концовке очередной бенефис мастерства устроили лидеры «Металурга». Сначала Ян Коварш, в который уже раз великолепно сыграл на пятачке и воспользовался отменной передачей Даниса Зарипова. Затем сам Зарипов нанес невероятный по точности бросок в ближнюю девятку и набрал третье очко в матче. 18 дней, 9 игр, включая перелеты, переезды. Играли с хорошей командой. Поэтому ребята молодцы, нажил их уже вытащили. А победную шайбу за 129 секунд до финальной сирены забросил маэстро Мазякин. Гости воспользовались своим правом на тренерский запрос, но он им не помог. Разбор видео показал, что блокировки вратаря со стороны магнитогорцев не было. 5-4. «Металург» со стопроцентным результатом завершил очередную домашнюю серию, одержав три победы на любой вкус. Впереди у команды выезд в Хельсинки, Таллинн. Именно там будет сыгран матч с Рижским Динамо и Минск. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.